Это подкаст Сингенты. Добрый день, коллеги. Меня зовут Никита Кадаченко. Я технический эксперт компании Сингента в направлении биологические продукты и питание растений. В предыдущем подкасте мы с вами поговорили о всей линии портфельного предложения нашего направления. А сегодня я бы хотел раскрыть тему хранения, а именно как подготовить яблоки к долговременному хранению. Какие препятствия становятся на пути нашего урожая после попадания в камеру или же до момента съема урожая? Давайте разбираться. В первую очередь это разнокалиберная фракция плодов, так как хранить одновременно 55-й калибр и, например, 80 на плюс достаточно сложно, потому что это разные условия хранения. Соответственно, приводить урожай к одной фракции во время вегетации очень важно. Важно также выбирать для себя правильную технологию, о которых мы говорили с вами в предыдущих подкастах. Не стоит забывать, что применяя азотные удобрения после первой декады июля, когда их процентное содержание должно уже снижаться, мы, конечно же, способствуем увеличению фракции яблок. Но одновременно с этим и снижаем срок хранения такого урожая. Поэтому лучше начинать контроль с ранних этапов, когда мы еще можем повлиять на количество яблок на дереве, например, химическим или механическим прореживанием. Плюс нашим помощником в этом деле будет еще и естественное физиологическое осыпание плодов. Поэтому перегруз урожаем или же наоборот его недобор, конечно же, будет способствовать развитию физиологических отклонений и снижению потенциала растения. Оптимальная нагрузка урожаем – это первый подход к долгосрочному хранению. Далее, конечно же, это поддержание баланса мезо-микро- и макроэлементов. Отдельно хотелось бы выделить кальций. Про кальций мы с вами говорили в нашем самом первом подкасте, но вернуться к нему обязательно стоит, потому что именно этот элемент способствует контролю и снижению рисков возникновения таких физиологических отклонений, как стекловидность и горькая ямчатость, как непосредственно в саду, так и в момент хранения урожая. Также всегда стоит помнить, что обработки калием и магнием являются продуктами-антагонистами для нормальной работы кальция. Поэтому нужно строго соблюдать регламент применения этих продуктов, чтобы ни в коем случае не навредить нашему будущему урожаю. Так откуда же всё-таки появляется горькая ямчатость или стекловидность? Проблема в основном заключается в том, что мы реже видим эти отклонения в садах и чаще видим их уже на этапе хранения после 4 или 6 недель от начала закладки урожая в камеру холодильника. Потенциал развития горькой ямчатости закладывается ещё в период цветения, когда у нас идут обильные осадки или же абиотические стрессы препятствуют нормальному опылению цветков и равномерному прохождению цветения. Но если мы видим горькую ямчатость непосредственно в саду, то мы можем лишь ликвидировать последствия. Правильным подходом будет, конечно же, контроль этого отклонения до момента реализации яблок, так как проявление горькой ямчатости является одним из факторов отказа большими и крупными сетевыми представителями в приёмке отдельной партии яблок. Поэтому соблюдение правил антагонизма и синергизма, минимизация азота в поздние сроки вегетации, а также правильный водный режим поможет нашему урожаю пролежать большее время в камере холодильника и дожидаться своей максимальной цены на рынке. Со стекловидностью похожая ситуация, так как кальций влияет и на контроль развития данного физиологического отклонения, но в основном стекловидность также проявляется в момент хранения. Стекловидность вызвана резкими перепадами температур, например, дневного или ночного времени суток, а также в течение дня, когда у нас может быть резкий температурный скачок в течение нескольких часов. В результате перепада осматического давления в плоде клеточные стенки разрушаются, затем заполняются клеточным соком, и при разрезе яблока мы можем наблюдать стекловидные прозрачные сектора. Такое яблоко хранить сложно и не рекомендуется закладывать в камеру с нормальными по качеству плодами. Какие же есть механизмы контроля стекловидности непосредственно, когда яблоко у нас ещё находится на дереве? В первую очередь можно сказать, не садите стекловидные сорта, например, всеми нашу известную флорину, но мы высаживаем ровно те сорта, которые требуют рынок и наш конечный потребитель, поэтому этот вариант нам не подходит. Одним из инструментов минимизации стекловидности и контроля её развития является поддержание оптимального водного режима, применение фертигации, несмотря на количество осадков. Можно сказать, что выпало у нас 100 мм осадков за день и можно там 2 недели не поливать, но коллеге всегда нужно помнить, что растения используют 99,9% влаги, которая попадает к нему из почвы или через листовое применение каких-то продуктов на нужды транспирации и только десятые или сотые доли процента на обеспечение нормальной жизнедеятельности и поддержание своего генетического потенциала. Поэтому, друзья, не прекращайте обработки фертигации, даже если количество осадков, как вам кажется, максимальное, и растение заберёт и будет использовать эту влагу ещё длительный период. Второй момент очень важный. Нужно постепенное охлаждение продукции перед закладкой в камеру холодильника. Так как продукция заходит к нам из сада в основном горячая, сразу же закладывать в камеру категорически нельзя, потому что это вызовет резкий перепад осматического давления и, соответственно, разовьёт дополнительно стекловидность. Проблема будет только в том, что мы увидим её не сразу, а будем видеть её через несколько недель после закладки в камеру. А если же мы увидели стекловидность уже через кожицу яблок в садах, то это уже критическая фаза развития данного физиологического отклонения, и, скорее всего, эти плоды уже не пойдут на закладку, так как они не пролежат долгое время в камере холодильника. Ну что, коллеги, мы постарались разобрать с вами несколько аспектов, влияющих на качество продукции и продолжительность хранения яблок в камере холодильника. С вами был Никита Кадаченко. В следующем подкасте мы с вами поговорим о применении таких продуктов, как Свит и Мегафол, для повышения интенсивности окраса плодов, их сахаристости и при этом продлении срока хранения таких фруктов. Коллеги, хороших и качественных вам урожаев. До новых встреч!